Сегодня свой день рождения отмечает телефон. 7 марта 1876 года создатель телефона, американский учёный шотландского происхождения Александр Белл, получил патент на свой аппарат. Он работал преподавателем в школе глухонемых и разрабатывал различные устройства, аппараты, чтобы облегчить обучение и жизнь глухонемых детей. И экспериментальным путём он и изобрёл телефон. В конце 19 века про трубки Александра Белла шутили. Не говорите ушами, не слушайте ртом. Дело в том, что очень многие люди путали, куда нужно говорить и чем слушать. На первых телефонах отсутствовал какой-либо номернабиратель, была только ручка. Покрутив её несколько раз, возникала электрическая индукция. На другом конце провода трубку снимала телефонистка. Раздавался звонок на коммутаторе, где нам телефонистка или барышня, барышни были незамужние девушки, брала трубку и спрашивала, с каким вас номером соединить. Например, с номером 15. Посредством штекера осуществлялась уже непосредственная связь с нужным нам абонентом. Работа телефонистки была достаточно сложной. Нужно было обладать очень такими достаточно серьёзными личностными качествами. Например, запомнить номера до 5000 номеров, то есть отличная память, хорошая дикция и даже определённая длина рук. Изобретение Александра Белла пользовалось бешеной популярностью. На следующий год после получения патента учёный создал первую телефонную компанию. В Нижнем Тагиле первые телефоны тоже обслуживались через коммутатор. Вот это уже автоматическая телефонная станция, аналоговая АТС. Оборудование установлено более 30 лет назад. Станция обслуживала 8000 номеров. Это станция 1986 года выпуска. Проработала она верой и правдой. До декабря прошлого года нам прослужила. В декабре прошлого года мы выключили эту АТС. Абонентов переключили на цифровые телефонные станции. Часть абонентов ушло на интернет-телефонию. Около 50 тысяч абонентов остались на стационарной связи. Она осуществляется через медные провода. Плюс такой связи при отключении электричества телефон продолжает работать. Этим активно пользуются экстренные службы города. Центральный пункт пожарной службы оснащен линиями пожарной связи 01 и 101. Именно на эти номера поступают сообщения от жителей о пожаре. Линия 01 и линия 101 – это линии проводные. Они обеспечиваются круглосуточно, обрабатываются 100% всех входящих вызовов. То есть, если нет электроэнергии, подачи электроэнергии, или произошло какое-то ЧАЭС, авария и иные происшествия на территории города Нижний Тагил, у нас здесь есть источник резервного питания, который переключается в автоматическом режиме. И телефоны продолжают работать. Сейчас пожарная часть оснащена системой 112. По единому номеру происходит вызов всех экстренных оперативных служб. Таким образом, изобретение Александра Белла в 19 веке в современном мире спасает жизнь людей. Анна Кизилова, Вадим Усков, Андрей Фатыхов. Новости Тагил ТВ.